Ну что, всем привет! Мы в Куалумпуре. Вообще, мне кажется, у нас большая часть нашего лайв-канала в Куалумпуре, потому что мы здесь не снимаем на основной канал, мы сюда приезжаем по делам, и есть время для того, чтобы что-то сюда рассказать. Короче, в Куалумпуре мы, на самом деле, для того, чтобы сделать тайскую визу. Спойлер! Мы уже сделали ее! Мы ее уже сделали, поэтому через два дня мы уже улетаем в Таиланд. Вот. Ну а сегодня мы едем на шопинг, и заодно посмотрим, что там вообще сейчас есть интересненькое. Может, тебе что-то прикупим. А то у нас вещи уже заканчиваются из-за того, что мы нон-стопом путешествуем, да? Выгорают вещи страшно. Выгорают, что-то там пачкаются, не отстирываются. Так что нужно немного купить новых вещей. Такой расходный материал, ничего крупного, просто там футболки, возможно, какие-то платья, шорты. Вот. Или все. Ну, для начала в контекст вас введем. Сейчас час дня, мы только выбрались из кровати, потому что смотрели сериалы. Это невозможно, это какой-то наркотик для людей новый, сериалы. Вот. И в час дня мы едем на завтрак, чтобы вы понимали. Ну, правде сказать, у нас такое бывает очень редко. И вот, не знаю, раз в два, в три месяца только мы можем что-то посмотреть. И вот сейчас как раз такое время. Мы, так скажем, отработали, все сняли. У нас сейчас только монтаж. Вот. Поэтому появилось в свободное времечко сериалы. Что ты улыбаешься? Я доволен, что мы в Куалумпуре. Классно. Любимый город из таких азиатских. Да. Вот есть люди, любители Бангкока, а мы любители Куалумпура. Вот. Мы в этом лагере. Но есть еще любители Сингапура, но в Сингапур так просто на месяц не приехать. А нам, как белорусам, в Малайзию можно вообще на 30 дней въезжать без всяких виз. А наш любимый Таиланд для нас вообще ничего не делает. И отпугивает белорусскую аудиторию. Да, потому что для всех наших соседей, условно, стран СНГ, есть штампы. Для кого-то 15, для кого-то 30. А для нас вообще ноль. То есть белорусы страдают больше всего. Им приходится делать визы, ходить в посольство. Полный отстой. Вот просто посмотрите, реально джунгли в мегаполисе. Это так необычно. Куалумпур такой зеленый, красивый город. Но вот что у него от мегаполиса, так это то, что здесь, конечно, пробки. Вот пробки, зелень. Чисто такая Азия. Ну, добрались мы. Вот место называется Куки Плейт. Это, кстати, одно из самых вкусных мест вообще в Куалумпуре на завтрак. Которые мы пробовали. Оно закрыто. Да, потому что они работают только на завтраке. Офигеть. Вот мы и просидели с сериалами в кровати, и теперь не поедим. Пошли в 103 кофе. Офигеть просто. Что за офигня? Как обидно. Блин, мы сюда ехали специально. Вот сколько мы в Куалумпуре неделю специально откладывали, чтобы в выходной съездить, и на тебе подстава такая. Ну, ладно, тут через дорогу есть кофейня вкусная. Там классные тоже завтраки и кофе. Но там чуть подороже, конечно. Они там супермодные какие-то, и у них всякие вот эти премии, награды, победители конкурсов всевозможных в Куалумпуре. А еще, вот смотрите, да, чисто такая традиционная Азия типичная. Все сидят за маленькими столиками, кушают. И вон там впереди, вон там, наверное, видно башенки. А нам вот сюда, в 103 кофе. Блин. Вот я вот прям расстроилась вообще. Капец. Просто что происходит в понедельник? Обед, мы не можем позавтракать. Обед. О, блин, Куалумпур, ты что творишь вообще? Мы добрались вовнутрь. Спустя 10 минут. Короче, конечно, кофе у них тут вообще выбор просто. Кофе шедевр. Просто всякие рисуночки. Прикольно. Видишь? И у них очень много всяких наград. Вот. Здесь. Да. 2018 год, 19, 22. И в национальных малайзийских тоже. 4 года подряд. Но это именно по арту. Да, это именно по арту. Я помню, мы какой-то из таких пили. Конечно, Токи здесь дорогой. Ну, по меркам Малайзии. Но он, правда, очень-очень потрясающий. Ну, слушай, 19 ренггит это много, но у нас внизу 15 ренггит. То есть, типа, на доллар дешевле. Поэтому, да. А видишь, здесь 13-14 ренггит стоит просто. Капучино обычно 14 ренггит, да. Ну, еще плюс добавить сюда альтернативное молоко. Итого выходит все равно 20. Так, само заведение выглядит примерно вот так. Тут кофе в основном слева пьют. Здесь его готовят. Там десерты. И сверху там уже кухня и завтраки. Ну, и вообще еда. Я больше никогда не буду так вытягивать. Я реально чистая зла. И такая зла. И такая зла. Малюша за кадром хотела меня съесть вместе с потрохами. Так, ну ладно. Сейчас по QR-коду закажем еду. Так выглядит кофе. Сверху ананасик. А у Сережи просто капучино. И памятка, как, что, какое оно там? Именно здесь памятка написана, какая у тебя сорт. Эфиопия. Эфиопия? Да, фрутнес максимальная почти. Отлично. Биттернес это. А вот и написано, какой вкус. Драй манго, оранж блоссом и личи. Эфиопия, да. Блин, я не знаю, как они это делают. Это лучшая кофе, которую я пробовал. Очень вкусно. Ну, типа вот в этом месте именно. Вот, было хорошее кофе. Хороший. А, был хороший кофе на севере Таиланда, в Чангмайе, да. И вот здесь, в Малайзии. Просто, я не знаю, ее нигде вкуснее, ну, и качественнее не пил. Реально. Может, это из-за того, что он такой дорогущий. Но вкусный очень. Да не, неправда. Точно не из-за цены. В Дубае сколько раз мы пили дорогущий кофе, и он был вообще не о чем. Ну, такой себе. А это можно есть вообще? Угу. Красиво. Угу. 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 Очень прям пахнет. Пахнет неимоверно. Так, ну, у меня тоже паста. Мы уже не стали заказывать завтрак, потому что, ну, уже обед. Два часа дня, а мы только завтракаем. Вот так вот. Ну, место здесь, конечно, кайфовое. Ну, паста, не скажу, что она просто такая необычная. Просто необычная паста, да? Ну, вкусная вообще? Я не скажу, что она супер вкусная. Вот кофе прям топовый здесь. А паста, ну, какая, ну, четверочка. Так, ну, ладно. Дайте эксперту тогда. У меня паста с уткой. Какая прикольная. Казалось бы, вроде паста, ну, с мясом, ну, с уткой, да? Но вот что-то необычное. Мне кажется, они просто экспериментируют над вкусами. И делают обычные блюда какими-то вот такими, знаешь, модными, хитро выдуманными. Ой, мы-ми. Она у меня еще остренькая немного, прям вот к Таиланду подготовочка. Короче, я не доела пасту. Не понравилось мне сочетание этих вкусов. Возможно, кому-то это прям прикольно, но нет. А вот кофе, конечно, божественный. Серега чуть больше съел, но тоже сказал, что все-таки по итогу не самая вкусная паста в его жизни. Это что-то новенькое, но не прям вау. Так что не рекомендуем здесь именно есть. Да, дорого. А вот кофе обязательно сюда заходите, пробуйте кофе. Это пьет прям москва. Божественно. Итак, первым делом мы отправились покупать Сереги кроссовки в магазин JD в Павилене. Так называют торговый центр. Покажи. 530-е они в Беллансе. Блин, ну прикольно. Слушай, мы вообще, они такие стильные. А это Air Force. Вот вообще у меня такие же. Бери, классные. Они легенькие. Да. Они гораздо удобнее и гораздо легче, чем Air Force. Но вот я тоже сейчас консультируюсь с обувным маньяком. Прям сейчас онлайн с ним. И вот он говорит, 530-е хорошо, но в них бегать не очень удобно. Вот. Но в целом вот чем-то... Ну скажи, ты собираешься бегать? Не, ну я хочу иметь возможность, понимаешь, как бы... Я могу бегать и в своих Air Force, но я нахрен ноги переломаю. Ну да. Вот, но если в этих бегать, в этих неудобно будет. Но они классные. Но они прикольные. Но, смотрите, есть еще один вариант. Обувной маньяк сказал, что вот эти, они прям супер стильные и удобные в носке. И, ну, в спорте тоже можно использовать. Но эти стоят 800 ренгит. Это где-то, это швейцарская разработка. Они стоят 800 ренгит, а эти стоят 450. То есть эти 100 долларов, а эти где-то 160, может быть, чуть больше. Есть черные, белые. И вот, кстати, женские, да, по ходу, варианты. Он говорил, что женские тоже прикольные. Ладно, ты подумай, а я пойду покажу еще одни кроссы. Так, а вот женские варианты. Ха-ла. Вот у меня, у меня, у меня здесь даже нет моих. Но я хочу себе еще одни темные взять. Но здесь прям черные и синих нет. А я хотела синие, как у Сереги. Да, здесь таких нет. Ну что, смотрите, как выглядит Павильон. Просто огромный торговый центр. По-моему, 6 этажей здесь. Он сейчас в таком красном цвете сделана выставка. Сцена Армании. Вот мы были, когда год назад была Dior. Постоянно разное что-то. И Прада бывает. Короче, здесь есть все магазины, которые только можно. Но мы так не любим шоппинг, что мы купили. Быстренько. Просто вот за 5 минут проконсультировались и взяли 530-е New Balance. Ну, на каждый день ходить. Может быть, чуть-чуть фитнеса в Таиланде себе позволим. Возможно, нет. Нам еще нужно пару футболок Сереге купить. И потом мы еще планируем съездить на китайский рынок. Серега там хочет себе очки купить. Вот, так что еще на рынок сгоняем. И на массаж хотим съездить. У нас есть тут один дедушка, китаец, который делает прям офигенный массаж. Вот она погодка в Хуалумпуре. Уже успел пройти прям сильный дождь. А сейчас отсадки выливаются. И мы в поисках H&M, чтобы там присмотреть Сереге футболки. Блин, капец дождь. Вот, Бакитбинтан как раз тут. Станция метро. А нам, походу, сюда, да? Здесь, Айчик? Вот, да. Блин, слушайте, мы так отвыкли от Азии. Здесь так громко, так людно. Просто понедельник, обеденное время. Людей как будто, ну, на выходной прям. Да, да, да. Ой, все, нашли H&M. Пойдем посмотрим, что тут есть. Может, что-нибудь купим этому человечку. А может, и мне. Вот, знаете, бывают такие дни, когда шоппинг вообще не идет. Вот сегодня именно такой день. Что-то мы в Айчике походили, вообще ничего не нашли. И вообще какие-то вот осенью коллекции у них такие, знаете, уже все теплые. И ничего особо нет, то, что нам нужно. Даже нормальных футболок нет. Поэтому, наверное, будем уже в Тае что-то покупать себе. Погодка, конечно. Вон. Скоростка о погоде. Вообще, вот Куалумпур у нас он всегда такой, всегда дождливый. Всегда дождь идет. Ну, ноябрь месяц, здесь декабрь реально льет. Вот в это время, конечно, не очень приезжать. Хотя на Рождество и на новогодние праздники вообще очень прикольно в Куалумпуре. Многие сюда приезжают с Европы. Здесь очень круто все украшают. Хотя в Европе тоже круто, но тем, кому там сильно холодно, те приезжают сюда. Ну, и азиаты, конечно, тоже приезжают. А здесь вот, кстати, очень прикольно. Здесь ходит поезд. Метро. Метро, да. Вон он стоит там справа, он сейчас пойдет, надо подождать. О, автобусы ездят, открытые. Да, сейчас, кстати, поезд реально поедет. Ну, давай, давай. А вон там 3D-шная реклама, смотрите. Она должна быть 3D-шная, но выглядит очень... Кринжово. Кринжово, да. Плохо выглядит. Вот, ездит этот, ездит поезд. А нельзя скилл сделать? Нет. Ты можешь сама потом, или вот тут справа вот здесь сидеть. Вот я что говорю. Нажмите и удерживайте. Не получается. Мы в будущем. Где там наш таксист? Да есть где-то. Добрались мы до китайского рыночка. Вот, хорошо, что здесь есть крыша. Дождь наваливает. Атмосфера здесь, конечно, такая... Нормальная, рыночная. Да, атмосфера рыночная. Здесь всякие подделки, брендов. Ну, и не только. Есть и просто как бы шмотки. Но в основном это, конечно, такие пальмы. Да, да, максимальная пальма. То есть, если, например, в Китае, вот когда мы были, то там мы видели высокого качества копии, а здесь, конечно, в основном, ну, такие... Сверху такие красные фонарики. Все в китайском стиле. Красные столбы. И вот внизу ларечки со всякой палью. А когда выходишь на перекресток, то с правой стороны еда и с левой стороны еда. Но сейчас дождь идет, и впадлу выходить, если честно. Хотя вкусно не хочется. Хотя уже есть охота, да. Ну, пошли еще здесь пройдем. Мы что-то плохо поели пасты, да, как-то? Ну, невкусно. Не кайфанули, короче. Вот, смотрите, сколько часов. Вообще просто, а что хочешь? И там часов много. Е-бро. Для понимания цен роликсы можно купить за 30-25 долларов. Вот так вот. Поэтому, если кто-то хочет немного сэкономить денег, но понты оставить, то можно заехать сюда и затариться по полной. Вот нам, например, носки нужны. Нам роликсы не нужны, но носки нужны всегда. Да, 36, это сколько? Это меньше 10 долларов. А, 3 штуки 10 рингвит. А, 3 штуки 10 рингвит. А 10 рингвит, это у нас 25 центов. Блин, так барабанит по крыше дождь. А как мы сейчас будем выходить-то на улицу? Мы хотим на массаж сходить? Так, бери себе носки. Главное, чтобы они были хорошего качества. Это естественно. На самом деле, блядь, что вадики, что здесь, ну вот носки уж точно. На ощупь, они вот прям по ткани прям одинаковые. Мне кажется, они просто на одном и том же заводе отшиваются. Просто в Adidas это стоит 30 долларов, здесь 30 центов стоит. Другое качество. Но все равно такое же. Такое же? Да плюс-минус такое же. То есть все эти бляхи. Материал, понятное дело, что это не кожа. Так, ну так же тут кошелечки всякие, луи-виттоны. А сколько сколько стоит у нас стоит? 50. Он нам за 60 отдавал. Тоже всякие сумки. Вон что, хочешь, Гучи, Прада. Ну, я, короче, ничего не понимаю в этом. Но, наверное, тут по кайфу походить, что-то полазить, покачественнее найти. Если кому-то это интересно. Я считаю, что вот за ремень не стоит переплачивать денег. Поэтому, ну, ремень это такое. Можно купить и пальчик. Ну, здесь получше, кстати. Вот, помнишь, мы там смотрели, здесь бляшка вообще выглядит. Вот в каждом магазине максимально разный. Сейчас узнаем, сколько сумок стоит. Опять же, у них же разные китайские поставщики. Кто-то договорился о более хорошем качестве. Кто-то решил сэкономить и купил подешевле. И качество будет похуже. Сколько он сказал? Он сказал 90, я сказал 50. 50 это сколько? Типа 15 долларов? Это меньше, да. Excuse me, а how much this bag? Что за бренд-то? Ну, я не знаю, как он правильно продвижен. Да. 420. Короче, это типа 40 чин. 420, 100 баксов. 100 баксов. Yes, yes, yes. Это, короче, кожа. Ну, то есть, реально хорошее качество. Неплохо за такую сумку. Можно еще строговаться. Я думаю, можно там за каких-нибудь 300 такую взять. Или там еще за 100. Вот всякие тут. Блин, я, если честно, вот не понимаю. Вот еще с головой змеи. Некоторые выглядят прям откровенно плохо. Но вот конкретно это выглядит хорошо. Знаете, что самое смешное? Что дизайн Баленсиаги обшит Гуччи. Ну, типа это вообще. Если ты хочешь такое купить. Баленсиага Гуччи. То нужно, конечно, проверять, смотреть, чтобы была, ну, действительно такая модель была в природе. Потому что некоторые модели, ну, прямо... Они просто шьются под, типа, похожусь. Да, да, да. Для рыбалки вот блесны складывать. Будет удобно, я думаю. Такая сумочка толстенькая. Как раз мужикам нормально будет. Так, ну, и тут тоже всякое, всякое, всякое. Единственное, что вот это, короче, наверное, у него самое то, что есть... Нормальное, да? Внутри это кожа. Вот прям... Снаружи дермантин, да? А-а-а. Ну, снаружи ЕХЗ, конечно. Не, мне не надо, мне не очень нравится. Угу. Окей, окей, I will see. Not now. Короче, за баксов 50 можно взять себе сумку, если хочется, то выпендриваться. Ну, главное проверять, чтобы было хорошее качество, конечно. Смотрите, вон, эти роликсы, что хочешь, вон есть. Я у кого-то такой... Вот, у этого, учащица такие есть. А-а-а. Короче, часов тут хватает. Серега такой, потом насмотрел. Я, how much? The green one. Green one. Так, сейчас просто спросим для интереса. Ну, они, конечно, легковатые. Вот, они прям легенькие. Но в целом смотрится прикольно. Я, how much? It's 150. 150. То есть, получается где-то... Ну, да, 35 долларов. Вот такие часы. И все. Но они, конечно, по весу не очень тяжелые. То есть, я бы сказал, мои гармины, они гораздо тяжелее. Вот так. Yeah. Thank you so much. Это женщина сумасшедшая. На улице дождь. Вытащила меня идти все-таки на массаж под дождем. Благо, он еще такой не сильный. Какая гадость. Какая гадость. Это ваша заливная рыба. Благо, тут идти-то меньше километра. Что, перешли дорогу. Нашли этот рынок. Опять же, мы его показывали уже в нашем выпуске на основном канале. На основном канале, да. У нас есть выпуск про Куалумпур. Он не супер большой. Но в целом про город мы рассказали понятно. Поэтому, если кому-то интересно, можете посмотреть по ссылочке. А так мы... Я вот сразу хочу всем сказать, кто ждет каких-то там обзоров, чего-то. Такого на этом канале не будет. На этом канале будет вот наша жизнь, но не обзоры какие-то, знаете, которые... Это бытовушка лайв. Да, это просто бытовушка лайв, наша жизнь. Как она есть вот без всяких там этих прикрас. Так, где-то надо зайти вовнутрь слева. Пусть на пахнет. А, мачи пахнет. Так, так. Ну, тут магазинчики такие тоже вот везде по кругу. Можно что-то поесть купить. Та-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Да вот тут может зайти вовнутрь. Вот. А это вот уже внутри. И здесь тоже можно всякие сувенирку купить. Тут есть магазинчики такие аутентичные. С всякими товарами интересными. Массаж на втором этаже. Тут видите, вот из дерева тоже можно. Все-все-все. Тут плетеные корзины, духи и такое. Ну, и пожрать тут тоже можно на втором этаже. Да, этим мы займемся после массажа. Потому что до массажа не... Короче, у нас сегодня вот, да, мы ходим в шопинг небольшой. И на массаж. И пожрать. Ну, в принципе, все. Культурная программа туриста выполнена. Мы нашли массажку свою. Смотрите, цены. Фуд. Вот этот фуд массаж. Потом еще плечи, спина. И все это 70 минут 80 рингвит. Ну, и тут вот есть подешевле. Мы тут были, поэтому здесь кайф. Возвращаемся уже домой с массажем. Блин, массаж вот очень крутой. Мы уже у него второй или третий раз у этого китайца. И мне делала в этот раз девочка, не сам дедушка. А ты показывал дедушку? Нет, нет. Блин, короче, там такой крутой... Дед спал, сидел на лапке. Там такой крутой дед с такой длинным брудой. Китаец вообще просто четкий. И у него много сотрудников работает. Но самое круто, конечно, делает он. В прошлый раз я была у него, и мне безумно понравилось. В этот раз Сереге повезло, и он был у деда. А я была у какой-то девушки. Но в целом размяли классно. Сделали ноги, сделали шею, спину. И массаж получался на двоих обошелся в 160 ринггит. Это, конечно, не так дешево, как, например, в Таиланде или во Вьетнаме. Там, конечно, массаж стоит от 6 долларов в час. Но здесь это прям качество. Ну, мы уже скоро будем в тайчике. И там мы пообещали себе, что будем ходить на массаж. И вообще мы с Сергеем обычно, когда в тай приезжаем, мы забиваем. И на массаж. И вообще на какие-то... На пляжи. На пляжи, на все. В этот раз мы пообещали себе, что у нас настоящая зимовка. Мы будем кайфовать. Мы будем много новых мест посещать. В первую очередь для себя. И вторую очередь уже будем что-то показывать. Но в первую очередь просто для того, чтобы как-то стараться не просто сидеть тупо за компами по 12 часов и работать, а чтобы как-то провести эту зиму кайфово с друзьями вообще как-то иначе, не так, как мы обычно привыкли. Короче, больше времени уделять себе. Ну и лайв-канал развивается. И лайв-канал развивается тоже, в том числе, конечно. Но я считаю, что эта зимовка должна быть посвящена каким-то, знаешь, этим таким заботе о себе. То есть массаж, пляжик, купание, там, ранние подъемы. Вот это вот все. Ранние подъемы мне больше всего нравятся. Серега больше всего любит ранние подъемы, да. Но согласись, что это очень крутой кейс. Нет, я согласен, что вот магия утра, вот это вот с утра пораньше встать, чтобы у тебя было больше времени, а на самом деле так и есть. И потом ты еще в конце дня и лучше засыпаешь. То есть это вообще... Так почему тогда ты так говоришь о том, что... Ну, потому что я ленивая жопа, которая хочет дольше поваляться, вот что. Вот, а по правде говоря, ты сам, когда мы, блин, у Мальдива, такой, блин, как же круто, мы так рано встаем. Нет, круто вообще, я не спорю. Мы все успеваем, энергия. Это вот, это же не шутки. Когда ты встаешь после 10 утра, ну, то есть вот сейчас мы немножко подрасслабились, поздно ложимся из-за того, что у нас здесь плюс 5 часов, а работа-то она у нас все равно по Москве. Вот, и поэтому поздно ложимся, и, соответственно, мы не можем рано встать. И график сбивается, и ты просыпаешься, у тебя мало энергии, у тебя, тебе хочется только кофе пить. То есть, когда ты встаешь в 6 утра, ты просто даже можешь кофе не пить, ты уже бодрячко. Если еще какую-нибудь зарядочку сделала, вообще просто топ. Ну, и тоже я хочу сказать, наверное, все-таки влияет то, что ты находишься в городе или не в городе. Когда мы были вот на Мальдивах в последний раз, конечно, там совсем по-другому, там совсем другое состояние, другой воздух. Плюс, когда ты живешь высоко, это тоже не есть хорошо. Все-таки лучше жить ближе к земле, в доме, чтобы у тебя ноги чувствовали, так сказать, матушку-землю. Главное не в земле. Но это правда, это правда. То есть, жить в городах у тебя гораздо большая вероятность головных болей, плюс загрязненный воздух, плюс шум от дороги. Даже у нас это все слышно. Ну, короче, много минусов, но и плюсы тоже есть. Ну, ненадолго приехать в город, в мегаполис, на недельку, на две, вообще топчик. Все, всем пока. Мы пошли отдыхать. Куда отдыхать? Отдыхать. Там после стрима надо квартиру бы убрать. Да, нам нужно сейчас приехать и брать квартиру, поужинать и работать. Знаю, что многих интересует вопрос, где же мы останавливаемся. Вот в Куалумпуре мы очень любим один комплекс. Он называется Scarlet's Youth. Да, и вот здесь вот такие вот большие окна в пол и в спальне в том числе. Смотрите, ты такой просыпаешься с утра, а у тебя вид на город. Ну, не чудо ли? Есть телек, кстати, современный, классный. Так, не обращайте внимания, у нас сегодня день выезда, мы уже завтра улетаем в тайчик, поэтому у нас такой небольшой сбор вещей. Хотя, по правде говоря, у нас и в жизни такое бывает. Особенно, когда мы много-много снимаем, у нас все нафиг разбросили. Так, Серега приобрел себе новый штатив, высокий. А вот у нас еще есть штатив, который старенький. Он маленький, такой небольшой. Он снимает только вот так. То есть я в кадр постоянно не влазил, поэтому я купил большой штатив. Он чуть-чуть тяжелее, но по размеру такой же. Этот мы подарим. Блин, а давай напишем в Инстаграме, есть ли кто-то в Коалумпуре. Кому нужен штатив? Да. Ну, не знаю. Это только заморачиваться. Я думаю, можно тут оставить. Оставим тут, ладно. Так, что у нас тут еще? Есть небольшая кухонька вот такая вот у нас. В принципе, сготовить флаг. Можно все приготовить. Есть стиральная машина, сушильная машина. Это вот в Коалумпуре, на самом деле, во всех почти квартирах такое. И у нас еще есть, естественно, вот такая ванная душевая. Что по бабкам? Как обычно, 42 доллара в сутки получается такая квартира. То есть за неделю мы платим где-то 300 долларов. Выходит там, 300 с копейками. В принципе, мы довольны. Останавливаемся здесь уже не первый раз, поэтому этот комплекс мы знаем. И сюда хочется возвращаться. Во-первых, вид. Во-вторых, мы в центре. Тут все близко. Шопинг, кафешки, все что угодно. Торговые центры. Ну и так как дорога близко, на такси удобно выезжать там в сторону аэропорта либо за город куда-то выбираться. Поэтому удобно. Рекомендуем я Сишу. Я вообще только проснулась. Еще даже в душ не успела сходить. Мы только позавтракали. Вот в таком вот виде я, блин, дома. Конечно, это не супер класс. Но что, пойду сейчас приведу себя в порядок. И будем монтировать видео. Потому что у нас скопилось огромное количество видосов. Нам нужен где-то месяц, чтобы это все смонтировать. И только потом уже будем продолжать дальше съемки на канал. Если, ребята, вам нравятся такие вот лайв-влоги, напишите в комментариях, сколько минут вы бы хотели смотреть такие видео. Например, там 10, 15, 20. Может, кому-то и по полчаса нравится. Ну и я уже посмотрю на ответы, посмотрю на статистику и буду от этого отталкиваться. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте про лайк. Это очень важно для влогеров. И всегда очень приятно, когда вы пишете комментарии. Поэтому не поленитесь. Откройте описание. Напишите комментарии. Ну и увидимся с вами уже в Таиланде. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok